Должны были ехать в Дамаск за три месяца до войны. Ну сколько можно жить как в Простокваши? Всю жизнь как в Простокваши. Хотя парашютом прыгал, тяньшань ходил. Это делал максимально. Но все равно жизнь в Простокваши. Я хотел влипнуть в эту историю, когда солдатик, я раненую сирийку вытаскиваю из разваля. Каким-нибудь куском бетона так метном. Удалось? Нет, я уехал, уехал и через месяц началась война. Это интервью нашему телеканалу Наил Байборин дал в 2014 году. Тогда в галерее Мирас открылась его выставка «Четыре смерти и искусство». На открытии художник сказал, смерть и искусство ближе к нам, чем жизнь и искусство. В целом актуальны только два слова – красота и изобретательность. И он был изобретателем. В его руках стиральная доска с легкостью превращалась в музыкальный инструмент. Живопись, ассамбляж, инсталляция, арт-объекты, артефакты и театр. Новые образы ассоциации поражали и заставляли остановиться. Он фонтанировал идеями. Он постоянно что-то придумывал, часть реализовывал, что-то не мог, что-то не совсем. Но подкидывал идеи другим. Постоянно он работал над собой. Постоянно что-то читал, узнавал, ездил. Свой творческий путь Наил Байбури начал в Башкирском театре «Куколка». Художник-постановщик, а потом художественный руководитель. На его счету около 30 театральных работ. Все, что он делал, имел несколько экстравагантный характер, не похожий ни на кого. Самые яркие страницы вписал он в творческое объединение Чингисхан своими перформансами. Мало того, вот эти перформансы, которые придумывал, которые мы осуществляли, это были самые первые перформансы, которые вообще просто в Башкирии проводились. Наиля Байбурина называют основоположником современных течений в изобразительном искусстве Башкортостана, таких как инсталляция, перформанс и концептуализм. Художник делил свои работы на две категории. Злые, ироничные и добрые, утверждающие любовь. «Естественно, мне ближе добрые», – говорил художник. «Они комфортные, а злые – дерзкие, но они тоже необходимы, как струны». «Был очень загадочным, очень мистическим человеком, который завораживал, его можно было долго-долго слушать. Это был художник во всем, и не только в картинах, в искусстве, но и по жизни он был художником». «Я не говорю, что надо быть скромным и так далее. Абсолютно. Дело не в этом. Но как только говоришь, я буду первым, и вот отсюда начинается твоя гибель». Выставка «Человек из травы» – это только небольшая часть работ художника. Экспозиция начинается с 1985 года и до последнего – 2015. Алина Гребешкова, Алина Таюпова, Городской телеканал ЮТВ.